Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Нахтс. 15 февраля страна отметила День Президентов. Праздник отмечается в 3 понедельник февраля, месяце, когда родились два самых выдающихся лидеров нашей страны. Ее первый президент Джордж Вашингтон и Эйбрахам Линкольн, руководивший страной во время Гражданской войны, добившийся отмены рабства и, самое главное, сохранивший страну, сохранивший союз. Сегодня мы поговорим о Линкольне. Эйбрахам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в семье Томаса Линкольна и Нэнси Хэнкс, жившей в штате Кентакки. В 1816 году Томас потерял все свои земли в судебных делах из-за юридической ошибки в правах на собственность. Семья перебралась на север в Индиану осваивать новые свободные земли. Линкольн позже отметил, что в основном этот шаг был вызван юридическими проблемами с землей, но частично из-за ситуации с рабством на юге. В 9 лет Эйбрахам потерял мать, а его старшая сестра Сара взяла на себя ответственность по уходу за ним до тех пор, пока их отец не женился повторно в 1819 году на вдове Саре Буш Джонстон. Мачеха, имевшая троих детей от первого брака, быстро сблизилась с юным Эйбрахамом. В итоге он даже стал называть ее мама. Линкольн участвовал в полевых работах, а став постарше, подрабатывал разнообразными способами – на почте, лесорубам, землемерам, лодочникам. Особенно ему хорошо давалась колка дров. Охотой же и ловли рыбы Линкольн избегал из-за своих моральных убеждений. Он не мог поднять руку на живое существо. Линкольн также согласился с обычным обязательством сына отдавать отцу все доходы от работы вне дома до 21 года. В это же время Линкольн все сильнее отдалялся от своего отца, в частности, из-за отсутствия последнего образования. Эйбрахам стал первым в семье, кто научился писать и читать, хотя, по его же признаниям, он посещал школу не более года из-за необходимости помогать семье. Но с детства он пристрастился к книгам, пронес любовь к ним через всю свою жизнь. Деннис, друг его детства, впоследствии писал. После того, как Эйбу исполнилось 12 лет, не было случая, когда бы я не видел его без книги в руках. По ночам в хижине он опрокидывал стул, заслонял им свет, усаживался на ребро и читал. Это было просто странно, чтобы парень мог столько читать. В 1830 году семья Линкольна снова переехала. Остав совершеннолетним, он принял решение начать самостоятельную жизнь. Он поселился в деревне Нью-Сейлем в штате Иллинойс. Там все свои часы он посвящал самообразованию и занятиям с учителем местной школы, а по ночам будущий президент читал книги «При свете лучины». В 1832 году Линкольн баллотировался членом законодательного собрания Иллинойса, но потерпел поражение. После этого начал систематически изучать различные науки. Через год он был назначен патчмейстером в своей деревне Нью-Сейлем. Благодаря этому он получил больше свободного времени, которое посещал занятия. Новая должность позволяла ему перед отправкой читать газеты политического содержания. Он стал интересоваться всерьез политикой. В годы проживания в Нью-Сейлеме Линкольну часто приходилось занимать деньги. Своей привычкой полностью и вовремя отдавать долги он заслужил одно из самых известных своих прозвищ – Честный Иб. В 1835 году, в возрасте 26 лет, Линкольн был избран в законодательное собрание штата Иллинойс. Дем хрипнул к Вигам. Тогда в стране были две ведущие партии – Виги и демократы. Виги были за сильное централизованное государство, а демократы выступали за права штатов. По сути, Виги разделяли идеологию одного из отцов-основателей нашей страны – Александра Хэмилтона. Когда Линкольн вступил на политическую арену, президентом Соединенных Штатов был Эндрю Джексон. Линкольн приветствовал его опору в политических действиях на народ, но не одобрял политики отказа Федерального Центра от регулирования экономической жизни штатов. А после сессии собрания он еще более решительно, чем раньше, взялся за изучение права. Выучившись самостоятельно, в 1836 году Линкольн сдал экзамен на звание адвоката. В этом же году в законодательном собрании Линкольн удалось добиться переноса столицы штата из Ванделеи в Спринфилд, куда в 1837 году и переехал. Или и Спринфилд с тех пор и является столицей штата Иллиной. Там вместе с Виллем Баттлером создал юридическую фирму «Стюарт и Линкольн». Молодой законодатель и адвокат быстро приобрел авторитет благодаря своим ораторским способностям и, самое главное, без окоризненной репутации. Он нередко отказывался брать гонорары у бедных граждан, которых он защищал в суде, ездил в разные концы штата, чтобы помочь людям в разборе тяжб. А после убийства издателя «Аболиционистской газеты» в 1837 году Линкольн выступил с первой принципиальной речью в лице молодых людей в Спринфилде, который подчеркнул ценности демократии, конституции и наследствия отцов-основателей. В 1846 году Линкольн был избран членом Палаты представителей Конгресса от партии и вигов. В Вашингтоне, не будучи особенно влиятельной фигурой, но, однако, активно выступал против действий президента Полка в Американно-Мексиканской войне, считая неоправданной агрессией со стороны Соединенных Штатов. У него были очень сильны всегда его моральные принципы. Тем не менее, Линкольн голосовал за выделение Конгрессом средств на армию, на материальное обеспечение солдат-инвалидов, жен, потерявших мужей, и, кроме того, поддерживал требования предоставить избирательные права женщинам. Да, вот тогда, еще в первой половине XIX века. И надо было, чтобы прошло еще порядка 70 лет, чтобы американские женщины получили избирательные права. Линкольн сочувствовал аболиционистам и был противником рабства, но не признавал крайних мер, выступал за постепенное освобождение рабов, так как целостность Союза ставил выше их свободы. Неприятие популярной американо-мексиканской войны повредило репутацию Линкольна в родном штате, и он решил отказаться от переизбрания в Палату представителей. Он отошел от политической деятельности и в последующие годы занимался только юридической практикой, став одним из ведущих адвокатов штата и был даже ресконсультом железной дороги Illinois Central. В течение 23-х лет своей юридической карьеры Линкольн участвовал в 5100 дел, за исключением незарегистрированных, и вместе с партнерами выступал перед Верховным судом штата более 400 раз. В 1856 году он, как и многие бывшие виги, примкнул в созданной двумя годами ранее Республиканской партии, выступавшей против рабовладения, и в 1858 году был винут кандидатом на место в Сенате Соединенных Штатов от Республиканской партии. На выборах его соперником был демократ Стивен Даглас. Дебаты между Линкольном и Дагласом, в ходе которых обсуждался вопрос о рабовладении, получили широкую известность. И некоторые называли эти дебаты спором между маленьким гигантом, так называли Дагласа, и большим молокососом, так называли Линкольном. Линкольн не был абальционистом, но выступал против рабства по моральным соображениям. Он считал рабство неизбежным злом в условиях аграрной экономики Юга, которая опиралась на экономику хлопка и табака. Пытаясь оспорить аргументы Дагласа, который обвинял своего противника в радикализме, Линкольн заверял, что не выступает за предоставление чернокожим политических и гражданских прав и межрасовые браки, так как, по его мнению, физическое различие между белой и черной расой и первосходство первой никогда не позволит, как он сказал, существовать в условиях социального и политического равенства. Вопрос о рабовладении, по его мнению, входил в компетенцию отдельных штатов. Федеральная предыдущая не имеет конституционного права вмешиваться в эту проблему. При этом Линкольн твердо выступал против устранения рабства на новой территории, что подрывало основы рабовладения, ибо его экстенсивный характер требовал продвижения на неосвоенные земли Запада. На выборах тогда победил Стивен Даглас, но антирабовладельческая речь Линкольна «Дом разделенный», в котором он обосновал невозможность дальнейшего существования страны в состоянии полурабства и полусвобода, широко распространилась в стране, создав и автору репутацию борца против рабства. Умеренные позиции в вопросе рабства определили избрание Линкольна как компромиссного кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 1860 года. Южные штаты угрожали в случае побед республиканца выйти из состава союза. Обе партии, демократическая и республиканская, вели борьбу за ценности, которые олицетворяли кандидаты. Личность Линкольна ассоциируясь у американцев с трудолюбием, честностью, социальной мобильностью, выходец из народа, он был человеком, который сделал себя сам. И в Соединенных Штатах, в нашей стране, всегда это ценилось. Человек, который мог сделать себя сам, он как раз, наверное, был одним из идеалов американца. Это идеал, который говорил о том, что как бы ты не был беден, каким бы сложным не было у тебя детство, но если ты хочешь сделать свою жизнь, то ты можешь ее сделать. В этой стране для тебя есть все условия. И Линкольн своим путем, своими успехами в жизни каждый раз это подтверждал, подтверждал делом. 6 ноября 1860 года участие в выборах впервые превысило 80% населения, потому что страна знала, что вопрос идет об отмене рабства. Это тогда был самый насущный вопрос для практически каждого американца. Линкольну во многом благодаря расколу демократической партии, выдвинувшись тогда двух кандидатов, удалось на выборах опередить своих соперников и стать президентом Соединенных Штатов и первым от своей новой партии. Линкольн победил на выборах в основном за счет поддержки с севера. В девяти южных штатах имя Линкольна вообще не значилось на избирательных бюллетенях, и ему удалось выиграть только в двух округах из 996 округов, из которых состоял юг. Линкольн был противником строения рабства, его победа на выборах еще больше разделила американский народ. И штаты, где рабовладение было необходимо для того, чтобы они могли экономически процветать, эти штаты боролись за то, чтобы рабство могло быть распространено на запад, на новые территории. Америка тогда росла, двигалась к западу от реки Миссисипи, и для южных рабовладельцев было критически важно, чтобы их система организации была и в новых штатах. Север выступал категорически против этого. Еще до инаугурации Линкольна, семь южных штатов по инициативе Южной Каролины объявили о своем выходе из состава Соединенных Штатов. Это была Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас. А в Верхний Юг, Вирджиния, Северная Каролина, Теннесси, Арканзас, а также часть Кентаки и Мизури, первоначально отклонили обращения сепаратистов, но вскоре присоединились к мятежу. Действующий президент Джеймс Беккеннен и избранный президент Линкольн отказались признать сицессию. В феврале 1861 года Конституционный конгресс Монгомер, это штат Алабама, прогласил создание конфедеративных штатов Америки, а президентом был избран Джефферсон Дэвис, принявший присягу в этом же месяце. Столицей государства стал Ричмонд. Линкольн уклонился от возможных убийц в Балтиморе, и 23 февраля 1861 года в специальном поезде прибыл в Вашингтон. Во время его инаугурации, 4 марта, столица была заполнена войсками, обеспечившим порядок. В своей речи Линкольн сказал, «Я считаю, что с точки зрения универсального права и конституции, союз этих штатов вечен. Вечность, даже если она не выражена прямо, подразумевается в основном законе всех государственных форм правления. Можно с уверенностью утверждать, что никакая система правления, каковая никогда не имела в своем основном законе, положение о прекращении собственного существования. И опять, если Соединенные Штаты являются не системой правления в собственном смысле слова, а ассоциацией штатов, основанной просто на договоре, может ли она, как договор, быть мирно расстогнута меньшим количеством сторон, чем было при ее создании? Одна сторона участницы договора может нарушить его, то есть разорвать, но разве не требуется согласие всех, чтобы законно отменить его действия? Исходя из этих общих принципов, мы приходим к утверждению, что с юридической точки зрения союз вечен. И это подтверждается историей самого союза. Отсюда следует, что ни один из штатов не вправе сугубо в собственной инициативе выйти из союза, что принимаемые с этой целью решения и постановления не имеют юридической силы, и акты насилия, совершенные в пределах любого штата или штатов, направленные против правительства Соединенных Штатов, приобретают в зависимости от обстоятельств повстанческий или революционный характер. В своей речи Линкольн также заявил, что у него нет никаких намерений прямо или косвенно вмешиваться в функционеры Института рабства в тех штатах, где оно существует. Я считаю, что не имею законного права делать это, и я не склонен делать это. Линкольн призывал к мирному разрешению конфликта и к восстановлению единства Соединенных Штатов. Однако выход уже был осуществлен, и Конфедерация усиленно готовилась к военным действиям. Подавляющее большинство представительных штатов в Конгрессе США покинули его и перешли на сторону юга. Боевые действия начались 12 апреля 1861 года нападением южан на Форт Самтер в бухте Чарстон, который после 34-часового обстрела был вынужден сдаться. В ответ Линкольн объявил южные штаты в состоянии мятежа, приказал блокировать конфедерацию с моря, призвал в армию 75 тысяч добровольцев, а позднее ввел воинскую повинность. Еще до инаугурации Линкольна на юг было завесено много оружия и боеприпасов, организованные захваты федеральных арсеналов и складов. Здесь же на юге располагались наиболее боеспособные части, которые пополнялись сотнями офицеров, покинувших федеральную армию. И здесь надо еще добавить, что для южан, традиционно, которые были плантаторами, для семей плантаторов, считалось честью отправить своего сына, если там было несколько сыновей, то может и двух-трех сыновей, отправить в военное училище, потому что офицерская профессия на юге считалась самой почетной. А на севере, где проживали янки, которые занимались бизнесом, которые мало интересовало то, что связано с войной, там как раз служба в армии не была ни почетной, ни такой, которой можно было бы гордиться. И так оказалось, что в той американской армии, которая была накануне раскола, накануне раскола вызванная сецессия юга, в той американской армии, большинство генералов, большинство высших офицеров, как раз были выходцами с юга. И поэтому, когда они вернулись на юг для того, чтобы создать уже армию конфедерации, оказалось, что эта армия, будучи меньше по численности, чем армия союза, она была намного более боеспособной, благодаря проверенным офицерским кадрам, благодаря традиции службы, благодаря тому, что те рядовые, которых, собственно говоря, состоит армия, это были в основном фермеры или дети фермеров, которые привыкли с детства обращаться с оружием, которые привыкли находиться в поле, для которых, естественно, было находиться днями и часами вдали от дома. Северяне же, в основном горожане, они, конечно же, в первые месяцы войны они чувствовали себя на поле боя чрезвычайно неуютно, даже в силу того, что просто они были вдали от своих городов. И поэтому южане, подготовленные к ведению боевых действий, торопились разбить войска юга, разбить войска севера еще до того, как союз мобилизует предусходящий военный экономический потенциал. И у южан не было сомнений именно по поводу этого, что у них есть некое небольшое окно, которое позволяет разбить армию севера и продиктовать свои условия. Подвергая мостой критике за военные поражения и экономические трудности, Линкольн, несмотря на отсутствие военного опыта, предпринял решительные шаги по формированию по-настоящему боеспособной армии, не останавливаясь даже перед ограничением гражданских свобод и расходованием средств, не утвержденных еще в смете Конгресса. Тяжелое положение федеральной армии вызвало неудовольствие населения. Линкольн находился под давлением республиканской партии, включающей в себя как сторонников немедленной отмены рабства, их еще называли радикальными республиканцами, так и умеренных республиканцев, выступающих за поэтапное освобождение рабов. Линкольн придерживался политики компромиссов, говоря чему он сумел предотвратить раскол партии. Он был убежден, что даже в военное время в стране должен осуществляться нормальный политический процесс. Это позволило на всем протяжении гражданской войны сохранить свободу слова, избежать серьезных ограничений гражданских свобод и кризиса двухпартийной системы. В президентстве Линкольна проходили выборы, граждане участвовали в управлении государством, а после нападения Южан на Форд Самтер, часть членов демократической партии, сформировали лояльную позицию, поддерживающую политику правительства. Это были демократы, которые жили на севере и на севере-востоке. Сейчас, дорогие друзья, подходит время нашего обычного перерыва. Давайте прервемся на несколько минут, а у вас есть возможность подумать вот о чем. Каким образом те события, о которых мы сейчас с вами говорим, события накануне гражданской войны, события уже гражданской войны, перекликаются с тем, что переживает наше общество сейчас? Есть ли с вашей точки зрения какие-то исторические параллели? Или все то, что происходило тогда в середине 19 века, это просто навсегда осталось на страницах учебников истории? Перерыв.